после того как наша собака готова давайте мы проведем риггинг потому что она должна участвовать в сценах а посему shift а можно было бы взять готовый да вот арматура там волк есть но мне это не нужно потому что там столько навороченный всегда больше проблем чем поэтому я начну с обыкновенного и вам советую тоже учиться этому самому делать что лучше понимать что в конце концов творим так теперь control это у нас будет центральная такая основная кость поднимаем его вверх сюда так немножко уменьшим вот так так от этой точки в модельник идем edit mode вот так и начнем мы начнем расставлять их то есть я сейчас поставлю плечевую сюда кость е вот так потом две шейных оставлю и голову этого достаточно теперь не надо сказать shift а появилась еще до кость обратить внимание никаких других способов иначе у вас будет несколько арматуров и вы ничего не добьетесь так теперь это мы поворачиваем так бойко опыт мой говорит уменьшаем маленькой тащим наверх вот сюда и здесь тянем всего одну потому что вверх право и все тут не надо крючком загибать так то есть е да вот так вот мы распределились так вот это и вот это сразу скажем что вернее так мы сейчас сделаем следующее мы сделаем теперь бог shift d так разворачиваем ее тут конечно возникает у нас куча различных соблазнов просто копировать вставлять копировать вставлять но пока я так убедился что это здесь почему работает но плохо поэтому лучше это не делать на мой взгляд конечно можете попробовать естественно у меня один вид на это копирование развернул r по z что можно копировать только определенным правилам так теперь пошла нога допустим даже этого там нет нет да вот этот и выпускаем немножечко чем аккуратнее она будет выглядеть тем аккуратнее будет работать запомнить это тоже из моего опыта так теперь е берем большую ногу вот отсюда и вот эту мы возьмем чтобы она у нас вот этот топ этот вот еще да не нужен ты мне да не нужен ты мне вот же е вот сюда да да так хорошо и опять берем секунду горят у меня рейки так успел спас и то же самое ребят мы делаем здесь то есть продолжаем контур а шифт а появляется этот наклоняем его наверно сюда вот так вот так и уменьшаем конечно конечно клик поднимаем поднимаем еще раз уговорим G смотрим где он он здесь смотрим сверху передвигаем передвигаем его поверху G так вот сюда тут у него коленые так разворачиваем Rpz вот так и опускаем сюда отсюда мы тоже тянем две E вот такую вторую такую отлично теперь как правильно ее отскаливание мера сделать правильно так не получится если мы просто сделаем программа вообще ничего не поймет кто за что отвечает вот если я поставить здесь точка L допустим да ага она эту запомнила кость как она допустим левая хотя она правая но так все делают и я так делаю так тут тоже так говорим 0 на 9 это T отлично дальше не устанем трудиться говорим говорим где там точка R D дальше вот этот 12 точка L и 13 несчастливые у нас все будет счастливое уверен L так никогда не был так уверен как сегодня выбираем выбираем 2 3 идем в арматуру говорим симметрис есть теперь смотрите эта точка у нас 10R программа прекрасно поняла что у нее левое что у нее правое что нам нужно было из этого была труба то же самое здесь любая из этих костей превращается в R что нам еще надо сделать последнее это связать вот эти основные пункты вот этот вот этот и сказать Ctrl P и сказать Keep Offset появляются такие вот туда ли нам надо было ну вообще ладно посмотрим вот еще раз вот этот вот этот надо было за основной кость цеплять вообще-то посмотрим что это повлияет вот за эту Ctrl P Keep Offset вот это тоже вот так сцепилось делаем последнее завершающее действие идем в Big Mode выделяем ну сначала собаку выделяем потом выделяем весь этот корпус скелет и говорим Ctrl P автоматом делаются веса что такое веса каждый теперь программ помогает кто в какой области какая кость за что отвечает то есть если мы сейчас пойдем с вами в позинг возьмем вот эту кость которая отвечает за вот эту лапку и скажем скажем она поднимет эту скажем R она поднимет эту скажем R так и мы можем уже играющую собачку делать понимаете вот это она начнет поднимать как вот собаки делают это вау и наверх тоже когда собаки что-то хотят поймать я знаю у него самого собака еще и поднимем вот так и развернем так он может задуматься но видите есть определенный момент то есть он за языком не следит у него с языком явная проблема поэтому чтобы устранить это часто бывает это почти каждый раз не бывает так ничего не было но все было нормально ага я так думал раньше теперь я так не думаю мы смотрим какая это кость это бун номер 4 номер 4 да и теперь идем сюда выбираем так не способ объект вот идем вот сюда идем выбираем собаку выбираем допустим white paint это вот отвечает сквозь за хвостик выбирать это сто процентов идем сюда какая у нас та вопрос на 4 вот пожалуйста видите у нас этот язык зеленый он не должен быть зеленый он должен быть красным весь причем что вот этот переход это говорит о мягкости перехода если мы жестко сделаем то это будет труба конечно вот здесь мы тоже можем подкрасить маленько не без того чтобы у нас ничего не уходило никуда ни глаза ни языки вот порядок идем снова и вот выделяем корпус наш гримпуза проверяем р видите язык до определенного момента конечно остается может быть еще то что на него действует и вот это это у нас вон какой он третий сейчас посмотрим ну вообще надо с этим как бы смириться больше такого мнения вон 0 3 и смотрим вон 0 3 на что он влияет да мне тоже на него влиять он должен сказать сейчас возьмем другую красочку мы возьмем сейчас вместо дро возьмем вот эту закраску сделаем четко синюю так заодно можем проверить 0 4 0 4 хорошо ведет себя я еще немножко сделаю сейчас дро тут сделаю чтобы он не вытягивал ее недалеко вот тут вот так все так ну и остальные поглядим объект ну а а вернее этот интересно иногда наблюдать кто за что и чего вот видите все верно работает то же самое с той стороны я вижу так здесь 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 так и хвост проверим хвост на последок объект вот это выделяем идет в позе берем хвост сверху смотрим т 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 вот так он может делать прекрасно больше ничего не нужно я вас поздравляю В принципе, мы хорошо справились относительно, но дальше он все равно будет, потому что там что-то не выделено, немножко осталось вот тут, поэтому я вам еще один способ покажу. Давайте, пока есть время. Объект мод. Выделяем собаку. Это у нас бон номер 4 или 3, не помню. Поэтому называть надо, чтобы если бы это была голова, мы бы уже знали, что это голова. Мы, конечно, не знаем. Это был лон номер 4. Можем всегда переделать, сказать голова. То есть мы знаем теперь копф, мы знаем объект, выделяем. Да, кстати, когда у нас это сделано все, мы идем в позинг, выбираем все и говорим Alt R, чтобы у нас все встало на места, чтобы с этого надо идти. Хорошо. А вот теперь его объект выбираем, ищем наш готов голова, да. Выделяем теперь Edit Mode. И я предлагаю сделать следующее вот сейчас. Вот так. Раз. И Ctrl у нас плюс. Теперь он выделил весь язык, и я ему говорю вот о Season, что он принадлежит к голове, и перестаньте дуриматься. Хорошо, это хороший способ, кстати. Но не всегда так удобно ему работать. Вет мод, это выделили. Вот, последний штрих. Так. Вот. Свинья какая. Зверено тебе вылезло, да. То есть с этим надо порабовать, посмотреть еще. Но других способов нет. Скорее всего, это уже было поздно, он здесь уже стоял. Майк? сейчас я больше уверен что там какое-то пятнышко которая тянет за собой так мы говорим объект мод выбираю вот эту штуку идем смотрим где тут что тут не докрасилась тут немножко не докрасилась да кто тебя знает вот он вот здесь она и тянет ребят вот так вот устроена эта штука да не допускает никаких вот убрал сейчас все должно быть хорошо во всякий случай еще скажу 2 0 1 это вообще ничего не все все должно все работать если нет я палец себя откушу идем вот делаем последняя сюда горы последнее движение поза но контролер тик все видите в этом была штука если вас такие встречаются они будут встречаться вот ищите где что допустим первую кость не нашли на второй нашли вот там светлая пятнышко да и мы его закрасили все теперь ногу сюда дайте пожрать пожалуйста дайте пожалуйста пожрать ну что вам стоит да ну немножечко вот так вот да пожалуйста все на этом закончили прекрасно